Коллеги, добрый день, на связи BI-Consult. Меня зовут Алексей, и сегодня мы поговорим о том, как не ошибиться в выборе лицензии Power BI. И первое, на чем нам нужно остановиться, это понять основную идеологию Power BI. Любая лицензия продает вам возможность делиться своими отчетами или просматривать отчеты других пользователей. Важно понимать, что не существует лицензии на разработку отчетов. Power BI Desktop полностью бесплатен. Также важно отметить, что Power BI это облачный сервис, и именно в облаке раскрывается весь его потенциал. Серверное решение, в свою очередь, является побочным продуктом платформы, который обладает гораздо меньшим функционалом. В зависимости от ваших задач, вам будут нужны разные типы лицензий. Давайте приведем пример для каждой из них. Но перед этим важно отметить, что для любой лицензии Power BI необходимо иметь рабочий или учебный email-адрес. Итак, поговорим об облачных лицензиях. Основные бизнес-кейсы выглядят следующим образом. К примеру, вы используете Power BI для личных целей, и вам нужно просто просматривать свои отчеты. Тогда воспользуйтесь лицензией Power BI Free. Помните, лицензия имеет много ограничений. К примеру, используя эту лицензию, вы не сможете настроить автоматическое обновление данных на дашборде. Если же вы работаете в средней компании и планируете начать использовать Power BI для распространения BI-отчетов, то воспользуйтесь лицензией Power BI Pro. Одна из задач, решение которой появилось недавно, это предоставление большего функционала для разработчиков сложных отчетов. Если вы относите себя к ним, к примеру, вы работаете с большими данными, то вам нужен Power BI Premium Per User. Если же вы хотите строить отчеты и встраивать их в свое приложение или сайт, то воспользуйтесь лицензией Power BI Embedded. Если же вы представитель большой компании и вы планируете, что Power BI будет использоваться повсеместно, более чем 500 пользователями одновременно, то посмотрите на Power BI Premium. Если же вы хотите развернуть Power BI на своем сервере, обратитесь в нашу компанию и мы расскажем, как это можно сделать. После того, как вы определились с типом лицензии, давайте поговорим о том, что вы получаете, приобретая каждую из них. Поговорим о Power BI Pro. Данная лицензия является основной лицензией платформы. Она распространяется на одного пользователя. Основное назначение – дать вам возможность делиться отчетами и просматривать отчеты других пользователей. Отмечу наиболее важные особенности лицензии. Вы получите возможность просматривать отчеты с мобильного приложения или веб-сайта. Ваши разработчики, в свою очередь, смогут настроить обновление данных до 8 раз в сутки. Также платформа предоставит вам развитую систему контроля доступа. Актуальную стоимость лицензии вы можете узнать у партнера Microsoft, к примеру, у нас. Также вы можете обратиться на официальный сайт. Текущая цена на лицензию – 10 долларов в месяц. Одна из недавно добавленных лицензий, позволяющая расширить функционал Pro-лицензии – это Power BI Premium Per User. Из ее преимуществ отмечу возможность публикации тяжелых приложений, возможность обновлять данные до 48 раз в сутки, создавать отчеты на странице и пользоваться Microsoft Data Flow. Но есть и основной недостаток. Если вы планируете использовать все особенности данной лицензии, к примеру, создавать и делиться отчетами на странице, публиковать большие модели данных, то для их просмотра также понадобится лицензия Power BI Premium Per User. Актуальная стоимость – 20 долларов в месяц. Power BI Embedded. Как уже говорилось ранее, данная лицензия нужна для встраивания своих отчетов внутрь своего сайта или приложения. Лицензируется на количество уникальных визитов в час. Работает только в паре с Azure, так как располагается на его мощностях. Стоимость лицензии варьируется от нагрузки на сервер. Если нужно вам больше информации про это, обращайтесь к нам, мы поможем рассчитать финальную стоимость. Обобщенно цены указаны на сайте Microsoft. и составляют от 700 до 25 тысяч долларов в месяц. Power BI Premium – это самая дорогая и многофункциональная лицензия платформы. Ее стоимость начинается от 5 тысяч долларов в месяц. У нее множество преимуществ. Основное – это то, что любой пользователь организации сможет просматривать созданные отчеты. Если нужно больше информации про данную лицензию, обратитесь к нам. Мы вам все расскажем, а если вы захотите купить, обязательно все настроим. Так у кого купить лицензию Power BI? Как уже говорилось ранее, купить можно напрямую с сайта Microsoft. Однако у этого подхода есть несколько недостатков. Чаще всего при таком подходе происходит покупка лицензии на одну учетную запись с личной карты пользователя. После нее Microsoft сам назначает лицензию данному пользователю. Но если таких пользователей будет несколько, в дальнейшем обязательно возникнет маленький ад администрирования. Правильным же подходом будет покупка лицензии через партнера Microsoft. Вы получите полную поддержку по всем вопросам, полный пакет бухгалтерских документов, а ваши администраторы будут централизованно назначать лицензии пользователям. Коллеги, спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы по тому, какую лицензию выбрать для ваших задач, обращайтесь в BI Consult. Будем рады вам помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!